Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 мая. Сейчас смеюсь, начала садиться, чтобы снять эту грядку. Не заметила, кошку уронила ее в бассейн. Ой, кошмар, она теперь заварит. Видишь, я вылезла. Вот смотрите, всех волнует судьба вот этой грядки. Так как я рано в этом году высадила, я уже говорила, что обычно в средине мая высаживаем. Нынче погода позволила высадила в начале мая. И многие спрашивают, ну вот как они у вас сейчас открыты, а если холод, вы как-то их будете утеплять? Ну, конечно, буду. Я же уже говорила, что вот они. Видите, по всей длине грядки выставлены уже дуги. И лежит рядом укрывное полотно. То есть, все приготовлено для того, чтобы, если даже завтра скажут похолодание, достаточно подойти эту тряпку, раз, накинуть и закрепить вот этими. Видите, это же не зря лежат эти бетонные поребрики. Они очень так хорошо фиксируют. Два по торцам и по несколько штук по краям. И здесь лежат такие бетонные, и здесь. Я ими пользуюсь уже, наверное, лет 5 или 6. То есть, оказалось, что это самый такой удачный, самый простой вариант. Потому что и вот эти перекидывания полторашек. Раньше делали веревки, полторашки перекидывали, чтобы держали. И какими-то камнями, кирпичами. Но ветер иногда бывает такой сильный у нас, что срывает все, и все эти старания напрасны. Вот эти вот они фиксируют так хорошо. Положишь их, вот так еще закрутишь ткань и придавишь. Все, она в натяг, прям как парус натянутая. Действует очень хорошо, безотказно. Все у нас готово. Если кто расстраивается, переживает вот за эти саженцы. Вот они уже, видите, цветочную кисть прям выдвигают, хотят цвести. И вот сегодня у нас ночью будет 12 градусов. Ясно, что я их не закрываю. Сегодня они тоже открытые ночевали. Завтра будет днем 27. Ночью будет уже 8. Еще я могу их открытыми продержать. А следующая ночь, через 2, короче, будет 3 градуса. Вот при 3 градусах ничего сложного нет. И я уже накину. Возьму вот эту вот тряпочку, просто раз через дуги. Все. И если в крайнем случае дойдет до минуса, потому что еще месяц впереди целый. У нас же 10 июня нужно высаживать. Так что месяц еще вот этого периода, который возможны заморозки. Если будет сильно такое, то поверх этой пленки я еще накину полиэтилен, чтобы сохранялось тепло, чтобы там как термос создавался. Все. Ничего страшного нет в том, что они открытые сейчас. Потому что температура, все знают, и 10, и 8, даже 7, и 6 градусов для томатов, когда они здоровые, они когда закаленные, они нормально переживают. Но, конечно, если будет, вот как я уже говорила, 3, 2, 0 или минус 1, не дай бог, все это будет укрыто и упаковано. Конечно, многие говорят, что это лишний труд, вот мартышкин труд, зачем так рано все. Но просто кто не жил в сибирском регионе или кто не живет в сибирском регионе, они не понимают, что это... Это... Вот я высадила рано, меня может, как, пришибить тут морозом. Можно высадить в конце мая, может пришибить морозом. У некоторых, даже высадив в начале июня, бывает такой год, что мороз может быть и в начале июня. Все знают, что до 10 июня может быть мороз до минус 7, до минус 8. Так что у нас никто не застрахован. И я, высаживая рано, не намного больше рискую, чем те, которые высадят, например, через 2 недели, через 3 недели. Это год на год не приходится, и как повезет. Но я надеюсь, что нам нынче повезет. У нас, раз уж в тоннелях пережили томаты, такие непогоды, такие морозы все выжили. Но теперь-то уже май, как говорят, ну не май же месяц, когда я высаживала тоннели, теперь-то уже май. О, кошка выбралась с бассейна, наконец-то. Иди давай. Все, томаты не замерзнут, все у них приготовлено. Если кто-то хочет, например, на будущий год сделать какую-то даже небольшую такую грядочку, чтобы повторить раннюю высадку, конечно, должны быть и дуги, должны быть и тряпки, вот эти нетканы, и агроткань, и должны быть и полиэтилены. Все это должно быть на готове. Все, до свидания. Продолжение следует...